Занятно брошенный дом, брошенная машина, причем Highlander Toyota, брошенная лодка, все брошенное, никому ничего не нужно. Всем привет, это снова я, и мы с вами продолжаем путешествие по Оклахоме. Сегодня мы с вами отправимся в город Москоги, про который я думаю, что большинство даже никогда не слышал. Мне кажется, что те, кто смотрели мои предыдущие ролики с Виталиком, начали в голове сибирсовать немножко ошибочный образ Оклахомы. То есть представлять ее не такой, какая она есть на самом деле. И я начну этот образ, к сожалению, потихонечку разрушать. Сегодня я не разобью вам розовые очки, но поцарапаю их точно. Оклахомы – это бедный штат. Оклахомы – это штат с кучей проблем, и для того, чтобы это понять, достаточно приехать в его по-оклахомски большие города. Город, в который мы сегодня отправляемся, не самый большой, но, мне кажется, довольно типичный для многих американских городов истории. И история эта совсем-совсем не веселая. Ну что, решил я сегодня навестить город Москоги. Москоги, надо разобраться сейчас, как ударение правильно идет. Называется он по имени Племени, которая здесь обитает. Они же известны как Крики. Большой город, на фоне всего, что я видел в Оклахоме, ну кроме Таусы, это самое большое. Город явно когда-то мощный и богатый. Это прям видно невооруженным взглядом. Куча старых, куча таких массивных масштабных зданий. Но, блин, от него прям веет Детройтом. Прямо чувствуется. С правой стороны Мэнхэттен Билдинг. Да. Смотрите, какие классные дома на самом-то деле. Только в этих классных домах ничего нет. Бездомный спит. Да, у меня прям такое четкое, стойкое ощущение Детройта. Я, во-первых, бываю, был там несколько раз все время вот в такое время. Все время серость была, зима, холод. И у меня Детройт как-то ассоциируется с такой погодой. Ну, во-вторых, вот это вот сочетание прошлого, славного и весьма печального, настоящего. От которого никуда не деться. Вот оно тут повсюду. Город Москоги официально был основан в 1898 году. Но это не дата основания поселения. Это дата того, как он стал официально городом. Люди здесь начали селиться значительно раньше. Назван город в честь индейского племени Москоги, на территории которого он, собственно, и находится. И немножечко заходит на территорию соседнего племени Чироки. Город Москоги появился тогда, когда Клахомы еще не существовало. А земли назывались индейскими территориями и были разделены между пятью цивилизованными племенами. Бурное развитие Москоги произошло благодаря Чарльзу Хаскелу, который переехал в Москоги в 1901 году из Огайо и занялся бизнесом на активно развивающихся западных территориях. Хаскел застроил даунтаун первыми высотными зданиями. Но самое главное, он организовал и построил большую часть железных дорог, идущих город, которые стимулировали развитие бизнеса, торговлю и привели в Москоги множество новых жителей. За 10 лет Хаскел превратил сонную деревню с четырьмя тысячами жителей в крупный экономический промышленный центр с населением 25 тысяч человек. Хаскел владел в городе 14 зданиями и рядом коммерческих предприятий. С ростом населения, с ростом экономического влияния, росло и политическое влияние Хаскелу. И в какой-то момент он просто перерос свой собственный город. И от бизнеса перешел к политике. В 1907 году он стал первым губернатором новообразованного 46-го американского штата Аква-Хома. Какая чудесная, на самом деле, вывеска, а мне больше нравится слово fireproof. То есть пожарно-безопасный, пожарно-защищенный отель. Были случаи, когда отели горели. И, видите, в рекламе стали использовать в том числе и такую характеристику. Еще писали с air-conditioned, с кондиционером. Но явно с отелем что-то случилось. Негорожие. Причем двери выломаны, можно прямо внутрь войти. Он просто полностью заброшен. Ой, что это? Что это такое? Это safety inspection. Какой-то вагон для проверки безопасности. Прикольно. Никогда такого не видел. Да, атмосферка в городе интересная. Какой-то стоишь на перекрестке. Светофор меняется. Ничего другого не происходит. Давно я таких пустых городов не видел. Прикольно. Какие-то, причем магазины работают. Какие-то витрины светятся. Но все такое. Я не знаю, кто сюда ходит. Людей нету вообще. Здесь просто пустота. Тотальная. Валяются прокатные скутеры, которые некому брать. И вот бездомные прямо вот в этих красивых старых зданиях греются. Прячутся от ледяного ветра. Ветер реально ледяной. И по улице сейчас гулять вообще не прикольно. Пока что самое сложное понять, какие дома обитаемы, какие нет. Едешь, вот стоят руины реальные. Окна разбитые. Потом фигак, а внутри свет горит. Фигак. И там кто-то живет. Фигак, и машины стоят. Хотя выглядит это как просто развалина какая-то. Удивительно. Причем эти дома, это самый центр города. Это вот здание банка Глахома. Одна из высоток, которую в начале века построили. Вот она находится просто у меня за спиной. Вот эти вот руины были у меня за спиной. Центрея, мне кажется, здесь уже некуда. И при этом вот такое состояние. Как вы так умудряетесь? О, я никогда не видел шерифов, ездящих на венах. Шериф на Таун и Кантре, это круто. А, тут полицейское местное управление. Стоит полиция. И тут же, наверное, офис шерифов. Полицейские машинки у них вот так выглядят. Интересный шериф, необычный. Уолл-стрит. Ну, в общем, какой город такая и Уолл-стрит у него. Все нормально. В 1904 году в окрестности города были открыты нефтяные и газовые месторождения. Вскоре были построены первые нефтеперерабатывающие заводы. В городе появилось шесть банков. Москоги обслуживали шесть железных дорог, а на станции ежедневно останавливались 14 пассажирских поездов. Здесь находились офисы трех крупных железнодорожных компаний. В городе работал хлопкоочистительный завод, завод по производству стеклокерамики, бетонно-блочный завод. В городе существовало две газеты, которые выходили ежедневно, и четыре, которые выходили еженедельно. Все это привело к бурному развитию города. И к 1920 году его население превысило 30 тысяч человек. Он был вторым по величине в Оклахоме и уступал только Оклахома-сити. Именно в этот период были построены пять высоких коммерческих зданий, которые сегодня стоят либо заброшенными, либо превращены в жилье для малоимущих. В те же времена офисы здесь были очень востребованы. В них работали адвокаты, врачи, нефтяные компании, железнодорожники. Все это обслуживали компании, которые занимались арендой, и много другого персонала. Работали рестораны, работали магазины. Город процветал и развивался. В районах вокруг центра росли и множились жилые кварталы. Там строили жилье для простых рабочих, для белых воротничков, для синих воротничков и для самых богатых граждан города, которых было достаточно много. В общем, Москоги оплыл на пике своего успеха, и казалось, что так будет всегда. Но, к сожалению, история распорядилась по-другому. Какие тут картины прекрасные открываются. Чудо они говорят, чудо. Название компании «Управление Wealth Management». Управление вашим состоянием. И бездомный, спящий прямо у входа в офис, который уже не работает. Хороший Wealth Management. Супер, да. В городе четыре высотных здания, построенных в начале 20 века. Это одно из них. Второе такое же. В таком же состоянии. Там бездомный спит. То есть оно как бы не заброшено. Но оно как бы и не живое при этом. Оклахома. Страна торнадо. Так вот маленькие рождаются. У заброшенных офисных зданий. Я так понимаю, что это старый ар-декошный кинотеатр «Рокси». Который даже работает. Удивительно. Вот такое здание интересное. Судя по всему, тоже заброшенное. А, это масонский храм. Ну, то есть он тоже не в руинах, но не выглядит живым. Хотя он не разрушен и не брошен. Ну, может быть, люди приходят, но типа редко. Масонский храм в пустом городе. О! Этих ребят мы тоже знаем. Бедуин-шрайн. Они здесь так называются. Вспоминаем Алтуну. Вспоминаем Опа-Локу. Еще, конечно, очень удивляют люди, которые здесь встречаются. По-моему, первые пешеходы, которых я вижу в городе. Идут неизвестно откуда, в неизвестно куда. Визит Маскоги. Здесь вас ждет очень много всего интересного. Вам понравится. Обещаю. Я уже не в первом городе вижу то ли восстановленную, то ли перерисованную рекламу Кока-Колы. Старую. Мне вот интересно, это Кока-Кола этим занимается? Потому что она именно Кока-Кольная везде. Или это просто люди так решили заняться? Ну, красиво. Фотографов нанимают. Надо идти, я думаю, работать. One Nation. Under God. Не, вот это ржачно. Во многих городах есть ограничения парковки. Ну, обычно час, два, три. В Маскоги 10! 10 часов парковки! Да могли бы вообще не ограничивать. Какая разница уже? 10-20. Все равно никто не паркуется. Все равно никого нету. Рабочий день, между прочим, средина дня. Вот это мы проехали через самый центр города. Если здесь в центре так, то представляете, что здесь творится на окраинах. Ну, просто вот ради интереса. Свернем куда-нибудь. И что мы увидим? Мы увидим пустыри на месте снесенных зданий. Такая зачистка здесь была. Вот это прикольно, конечно. Дом развалился. Но у него свет горит. Видите, лампочка? Дом просто рухнул. Его как бы нету. Это как бы просто куча мусора. Но электричество есть. И такое ощущение, что здесь вообще кто-то живет. Жесть. Нормальный кто-то в дворах. Вот я реально не понимаю. Обитаемый дом или брошенный. Вот выглядит как брошенный. Может быть, обитаемый. Я уже здесь реально потерялся. Вот этот обитаемый. Вот этот, мне кажется, брошенный. Никого знает. Да. Если кто-то считает, что я с Детройтом сравнивал некорректно, может посмотреть на картинки за окном. Я не знаю, какие еще параллели проводить с чем. Чистая Детройщина у нас за окном. Во всех ее видах и проявлениях. Причем много красивых старых домов, которые, в общем-то, никому не нужны. Жить в этом городе, как мы видим, никто особенно не хочет. Вот окна многоквартирного дома, например, выглядят вот так. И тоже, мне кажется, что вряд ли в нем кто-то живет. Причем явно когда-то приличный район-то был. Ну, когда-то, когда все это строилось. Мы так фрагментарно обитаем. Где-то люди живут, а где-то нет. Здесь, например, живут. Ну, это, конечно, полный песец. Я даже гордым это назвать-то не могу в этой части. Это какие-то руины бесконечные просто. В чем, в них люди живут, что интересно. Один тут меня уже увидел, что я снимаю, прибежал выяснять, кто я такой. Я просто уехал. Даже разговаривать с ним не стал. То есть, они тут все еще и напряженно подозрительные, блин. Охрененное местечко. Вот это типа жилой многоквартирный дом. Половина заколочена, половина выбита. На одной двери написано «Осторожно, злая собака». Нормально, да? Люди живут. Я, конечно, много видел бедных районов, но тут весь город такой. Вот White Trash, который живет в трейлерах. Вот такое ощущение, что он весь город просто взял и заселил. Ну, а дальше как живет, так и живет. Не особо парить вообще о том, что происходит. Ну, блин, я еду, просто меня, конечно, это все шокирует. Мягко говоря. Какой-то мобильный дом. Перед ним стоит машина на кирпичах просто. Потому что, видимо, колеса у нее украли. А дальше это типа называется жилой район. Тачки нормальные, а дома, конечно, нормальными наживать вообще нельзя. Ну, некоторые и дома вот такие вот. Фу! Ну, понятно, здесь только трейлеры и складировать на этих территориях. Как они здесь живут-то вообще? Как они так живут? Вообще так жить можно. Население Москоги составляет почти 37 тысяч человек. Это данные переписи населения 2020 года. И население потихонечку сокращалось. С 2010 года население города сократилось на 6%. И этот процесс потихоньку продолжается дальше. Расовый состав в Москоге следующий. 60% это белое население. 18% афроамериканцы. 12,5% коренные американцы, то есть индейцы. Меньше 1% азиатов. И чуть больше 3% латиноамериканцев. Средний доход домохозяйства в Москоге составляет 26 418 долларов. А около 19% населения находится за чертой бедности. 26 тысяч это даже меньше, чем среднее по Америке. Я недавно для подписчиков показывал городок в Нью-Джерси, где средний доход домохозяйства составляет почти 200 тысяч долларов. В городе Фейерлон, про который я рассказывал, тоже не так давно в Нью-Джерси, средний доход домохозяйства составлял 140 тысяч долларов. А здесь меньше 30. Можете себе представить, насколько меньше дохода людей, которые здесь живут. И, конечно же, все это отражается на самом городе. На количестве магазинов, на количестве ресторанов, на количестве ритейла, на количестве любого бизнеса. Здесь у людей просто нет денег, которые они могли бы пойти и потратить. Ну и город выглядит соответствующе. Брошенный, брошенный. У тебя некоторые люди так живут, что даже непонятно, брошенный он или это просто люди такие, что им все равно. Вот здесь кто-то живет. Выглядит это чудовищно. Это мне надо напоминать все такой бесконечный цыганский табор. Заброшено. Я первый раз вижу город, в котором нет хорошего района. Я вот сейчас только понял. Потому что все города, они все равно более-менее выглядят одинаково. То есть есть город, в нем есть хорошие районы, а есть плохие. Я видел города, где нет плохих районов. Это редкость, но так тоже бывает. Но я никогда не видел города, где нет хороших районов. Я даже не знал, что такое может быть. В доме слева живут люди. Выглядит он, как заброшенный сарай. Там прикольно, в гараже, в разрушенном, я видел, стоит старый кадиллак. И на него обвалились двери гаража. Прикольно. Какая-то другая планета, такое ощущение, что я куда-то попал. Ну вот можно представить, как здесь живут люди. Какой у них уровень жизни. Вот так, например, здесь выглядит магазин. Он открыт. Вот это вот местный магазин. Приколитесь. Ну, то есть здесь его, видимо, обворовывают постоянно. Поэтому они уже просто повесили на все окна решетки. Это единственный магазин, который я видел, пока мы здесь ездим. Вот представляете, вы живете в таком городе, и это ваш единственный магазин. А еще, конечно, интересно, особенно для Аклахомы, в которой, в общем-то, ну, мало истории, такое вот, к которой мы привыкли. То есть все-таки штат заселялся достаточно поздно, и поэтому там красивых старинных зданий, каких-то исторических объектов. Это все не про Аклахому. Если в Нью-Йорке и в Нью-Джерси это встречается постоянно, то здесь это большая редкость. Особенно в таких городах, как Патон, например, который просто, в принципе, молодой город. И мы сейчас видим красивый город с историей. Заброшено с левой стороны. С правой стороны заброшено. И мы сейчас видим красивый город с историей. С тем, чего как бы отчаянно здесь не хватает. И он находится в таком состоянии. Фу! Вау! Фу! Вау! Причем, опять же, вот если брать какую-то статистику, какие-то наблюдения, какой-то опыт. Ну, понятно, когда города, например, как Детройт, которые были промышленными центрами, куда раньше завозили афроамериканское население, так как они были дешевой рабочей силой. И произошли экономические процессы в городе. И все начало меняться, и белые уехали. Был так называемый white fly. Белый исход. Исход белого населения из этих городов. Они переехали в пригороды. Пригороды стали развиваться и стали выглядеть прилично. Города стали, центры городов начали умирать. Но здесь население 67% белое. Это не город, где живут афроамериканцы бедные. Какая зачетная свалка. Это же когда-то был богатый район. Это же вообще не бедный район был. Огромные дома. Тут не то, что ходить, тут даже кататься по улицам как-то тревожно. Такое стойкое ощущение мертвого города вокруг. Тут вот можно ходячих мертвецов снимать. Тут даже не закатали эти плоды, упавшие из дерева. Такое ощущение, что тут даже машины-то редко ездят. Никогда лай собак не был столь гармоничен с окружающей действительностью. В Америке так точно. Опять играем в игру. Жилой дом или заброшенный? Угадай. Про дороги я ничего говорить не буду. Да, я представляю цены для дома здесь. Я думаю, что они удивят. Просто если не знать, что за район, можно, конечно, удивиться. А потом такой, а, ну да, все понятно. Ну, то есть они здесь очень-очень-очень невысокие. Я вам гарантирую. Потому что это нафиг никому не нужно. Ну, то есть можно, конечно, купить один дом, привести его в порядок, но мир вокруг вы же в порядок не приведете. Вы же не захотите в этом жить. Дома еще стали богаче. Тут вообще какая-то историческая застройка пошла. Ну, то есть вот здесь вот я вижу, что как бы все так же бедно. Единственное, что отличается, это то, что пустых участков меньше. То есть дома все-таки в большей степени сохранились, чем в районах ближе к центру. Но все остальное, конечно, ужасно просто. Смотрите, какие красивые дома. Какие, смотрите, богатые дома. Какие мощные дома. И люди даже не в состоянии, не знаю, листья у себя убрать во дворе. И это же типа приличная улица на фоне того, что мы видели. Хотя вот слева заброшенный дом, справа заброшенный дом. Ну, то есть они типа не разрушенные, но заколоченные. Там никто не живет. Но выглядит вот это вот заброшенный дом. Заброшенный дом. И выглядит это, конечно, не как охраняемый исторический район, а как какие-то руины после войны какой-то. Вот хотя домик очень симпатичный. Еще один заброшенный дом. С припаркованным грузовиком. Тут домов просто не сохранилось. Они тут были, но их нет. Хороший historical district, правда? Мне тоже понравился. И вот так весь город. Да, народ даже не парится листья убрать во дворе. Не то, что там дом починить. А вот с деревьев что-то сыпется, какие-то, типа орехи. Их даже никто не убирает. О! Богатый дом. Современный. Еще один. Вы вроде как нашли жизнь в этом городе. Все-таки здесь кто-то живет. Может быть, есть шансы? Может быть, я просто не доехал до нужных мест? Ну, вот еще богаче особняки пошли. Ну, здесь они явно выглядят получше как-то. То есть, как будто бы как бы бедно, но не ужасно. Там было бедно и ужасно, а здесь бедно и просто бедно. То есть, он уж все равно все в состоянии таком далеком от нормального. Это какое-то было аномальное место, аномальная локация с тремя отремонтированными домами. Все, пошел дальше опять. Опять пошла разруха. Заехал на местное кладбище, посмотрите. Встретил там вот такую могилу. Даймонд Дейн. Это единственная игра, которую я проиграл. С Блэк Джехом и сами поняли, чем, да? В надгробе. Молодец, Даймонд. Мне нравится твоя жизнерадостность. Интересно, кино. Я не вижу даты смерти Деймонда. Вполне возможно, что он уже умер, конечно. Просто дату не выбили. Но вообще-то даты нет. Если чувак себе заранее заказал такое надгробие, то это еще круче. Ну, а кладбище как кладбище. Ничего такого особенного я здесь не увидел. Просто было интересно посмотреть с точки зрения Мавзолеев. Насколько это был богатый город. Ну, Мавзолеев мало, поэтому, видимо, был богатый. Но не настолько, чтобы кладбище было тоже роскошно. Может, еще какое-то есть? Ну, я уже не буду искать. Мне хватило. Здесь, правда, тоже какое-то запущение тотальное. Даже листья не особенно кто-то убирает. Какой-то город, на который все забили. Так это выглядит. Ну, я, кажется, нашел какие-то нормальные районы. Они здесь, к счастью, тоже есть. А то я уже начал бояться. Но нормальные районы, они либо на удалении, на окраинах, и скорее все только что построены. Но, правда, они вот заканчиваются и начинаются опять цыганщины. Со всех сторон. Как только у вас появляется надежда, все может быть, все хорошо. Проезжаешь два квартала. И опять привычный город. Ну, я буду считать, что я просто не даю. Приехал до тех районов, где все хорошо. Я уверен, что они есть. Я уверен, что здесь есть люди, которые живут совершенно нормальной жизнью. Ну, не может быть весь город таким, как я его увидел. Я думаю, что просто я где-то о ней пососедствовал. Куда-то надо свернуть, куда я не свернул. Но состояние центра, конечно, состояние вот этой вот исторической застройки, оно, конечно, очень необычное. Проезжай, проезжай, проезжай. Мне надо фоточку сделать. Ну, вот это вот просто чистой воды Детройт. Вот прям Детройт, которым я его помню. Вот такие большие домики. И вот в таком они все в состоянии. Самое интересное, конечно, то, что даже архитектура похожа. То, что я видел в Детройте. И то, что я вижу здесь. Ну, блин, классный же дом. Чего ж так все плохо-то? Маккласке еще и какой-то он принадлежал. Он вроде не разваливается, но все-ка-то выглядит все. Странно. Такие надписи. Keep out. Типа, держитесь отсюда подальше. Мило. Там даже машина в гараже стоит. Дом, в котором живут люди с левой стороны. И дом, в котором они, судя по всему, не живут за ним. Разницы никакой. У чувака такая коллекция машин во дворе. Нифига себе. Москоги полис. Полиция города Москоги. Интересно. Хорошо видно, что когда-то город был большим производственным и логистическим центром. Тут явно была большая железнодорожная станция, вокруг которой отстроилась огромная промышленная зона. Но это все уже было. Сейчас оно как-то все странно выглядит. И практически в большей части, в большей степени оно все запрошено. То есть, либо какие-то стоянки, вот была какая-то сейчас, например, вот территория идет следующая, было какое-то зернохранилище, но на его участке складируют контейнеры. Вот был следующий какой-то производственный складской комплекс. Ну, где-то стены остались, где-то уже стен нету. Дороги убитые все в городе. Просто ужас. Я думал, что у меня колесо пробилось, такой грохот сзади был. А это просто дорога такая. А я думаю, блин, неужели сейчас буду колеса менять? Нет, это просто такая дорога, что моя убитая подвеска на ней стучит гораздо сильнее, чем обычно. Ну вот, картины. Города. Какая-то бесконечная помойка просто. Мало того, здесь очень много явно когда-то богатых и красивых зданий. Но они вот так вот сейчас выглядят. Вот что-то же здесь было. Что-то же здесь было когда-то. Это же не просто. Здание. Здесь был Legget Supply Incorporated. Теперь мы знаем. Но это все брошено. И никому нафиг не нужно. Вообще. И вот так вот везде. Мне даже интересно, что находится в таких вот зданиях. Что-то же там находилось когда-то. Здесь какое-то написано. State Fair, то есть ярмарка штата. Продавались раньше билеты. Продавались раньше билеты. Такое ощущение, что просто здания, которые каким-то образом используются, непонятно даже для чего. А все остальное просто лежит в каких-то руинах. Здесь куда ни повернись, здесь сплошная какая-то разруха. Просто удивительное место. Я, конечно, ожидал, что здесь будет бедно. Но я не ожидал, что здесь будет настолько бедно. Здесь какая-то бедность уже из разряда запредельной. Ну вот я по Аклахоме катался много. И много где живут люди, которых здесь называют white trash. Когда люди ничего не хотят. Живут как на помойке, как на свалке. Мусор не убирают. Дома у них в руинах находятся. А чаще даже трейлеры. Вот такое ощущение, что пока я езжу по этим районам, что здесь весь город населен вот этим вот white trash. Ну, я уже озвучивал мысль, что, конечно, все это больше всего напоминает Детройт. Из того, что я видел. Видел я городов уже достаточно много. И вот этот депрессняк, вот это вот... Ощущение безнадежности. Ощущение того, что это никогда уже не было. Никуда не вырулит. Оно здесь, по-моему, повсюду. Это местная предвыборная агитация. На выборах мэра. Не знаю, были они или еще будут. Здесь настолько все плохо, что они как-то выбрали мэром 19-летнего пацана. Прикиньте, здесь был мэр, которому было 19 лет. Он был самым молодым мэром в Америке. То есть люди уже готовы кого угодно выбрать, лишь бы хоть кто-нибудь что-нибудь изменил. Видимо, это так. Названия улиц тут забавные. South K-Street. Указатель S-K-ST. На задворках кто-то лет 70 назад, может 60, оставил грузовик. Так он здесь и стоит. Брошенный. Видали, когда они такие грузовики брошенные? Я нет. Грузовик вполне комплектный, кстати. Можно отреставрировать. Окна только разбили, ну и тряпка сгнила. Какая российская надпись у него на борту. Super white power. Понятно. Ну вот количество заброшенных домов говорит о том, наверное, что люди здесь свое доживают. Вот с левой стороны брошенный дом. Тоже опять же не руина, а просто брошенный. Здесь какие-то... Какой-то опять white trash пошел. Что люди доживают свое. Уезжают. А на их место никто приезжать не хочет. То есть как бы из города типа... Ну, не все сбежали, кто-то остался. Кто-то вынужденно. Кого-то, может быть, все устраивает. Но они умирают. Вот дома стоят вот эти вот с левой стороны. С правой стороны, вот куда я сейчас показываю, они все необитаемы. То есть люди уезжают, а на их место никто не приезжает. Никто не хочет в этом городе жить. В чем это? В двух шагах от центра. Центр вот. Центр впереди. Ну, как бы и в центре жизни нету, и в районах по соседству ее нету тоже. Что как бы неудивительно. Такой город, думаешь, надо бы поесть где-то. Вот я понимаю, что здесь можно даже... Даже не пытаться что-то искать. Я, конечно, попробую, но... Сильно сомневаюсь, что здесь есть что-то. Куда можно пойти поесть, кроме фастфуда. Глядя на все на это, я думаю, что у многих появился вопрос, а как же Москоги докатился до жизни такой, как когда-то развитой и цветущий город превратился в жалкое подобие самого себя. Город, не подающий надежд и местами даже признаков жизни. Что произошло, почему он практически умер. Ответ простой. История этого города – это типичная история постиндустриального мира. Постиндустриальной Америки, которая в свое время активно развивалась за счет торговли, за счет производства и за счет дешевой рабочей силы. Москоги был основан железной дорогой и индустрией по производству хлопка. Но когда после войны железная дорога начала закрываться, а железнодорожная компания массово банкротится, это привело к тому, что подобные города начали умирать. Мы такую картину с вами наблюдали в городе Алтуна в Пенсильвании. Сейчас он выглядит чуть-чуть лучше Москоги, но не сильно. Так вот, Москоги просто стал жертвой фактически деиндустриализации. Когда стали закрываться железнодорожные линии, стали закрываться сопутствующие предприятия и компании. Стали переезжать склады, стали переезжать производства, стали сокращаться рабочие места. Все это привело к оттоку населения, к тому, что уезжали из города самые квалифицированные люди, которые могли найти работу в других городах, и люди, которые владели бизнес, то есть были обеспеченными горожанами. Это, в свою очередь, привело к тому, что начала меняться городская среда, начали закрываться магазины, начали закрываться рестораны, потому что у них некому было больше ходить, и начали меняться богатые районы. И старые дома, в которых раньше жили местные промышленники, местные бизнесмены, стали продаваться, и их либо вообще бросали, либо покупали люди с меньшим доходом, заселяли, уплотняли, и большой роскошный особняк мог легко превратиться в многоквартирный дом. Главной проблемой являются налоги, потому что чем дороже дом, тем выше налоги, которые вы на него платите каждый год. И, конечно же, когда начинается кризисная ситуация, связанная с экономикой, и она не меняется, она только ухудшается с каждым годом, то первыми страдают самые дорогие дома и самые богатые жители. Увидев, что качество жизни изменилось, люди переезжают в другие места, где им жить комфортно, а на их место приходят люди с меньшими доходами. И это, конечно же, очень сильно влияет на то, как выглядит и как живет город. Ну а дальше начинается эффект домино, и одна проблема начинает тянуть за собой другую. Чем меньше в городе бизнеса, чем меньше в городе богатых людей, тем меньше налогов в казне, а значит, властям приходится начинать экономить. И экономить начинают на городской среде, на полиции, на пожарных и на школах. И это придет к тому, что качество жизни падает еще больше, преступность растет, уровень образования стремительно падает, на улице появляется мусор, полиция приезжает на вызов не так быстро, как раньше, пожарные не успевают тушить дома. И те люди с нормальными доходами, которые еще остались в городе, начинают думать, что, наверное, нам бы тоже стоит куда-то уже отсюда переехать. И в итоге подобный город превращается в довольно бедное и довольно депрессивное место, что, в общем-то, мы с вами сегодня и видим. Москоги именно такой. Да, прикольные железнодорожные мосты старые. Из-за того, что идет поезд, все начинают ехать через мост, и на мосту собирается пробка. Такая. А, тут на самом деле даже прикольный. Поезд просто встал в центре города, и никто никого не едет, поэтому все ломанулись через мосты. Он просто стоит. Ого, начал двигаться. Пока это самое живое место, что я видел. Это какая-то улица, по которой все грузовики едут, все машины, и поэтому здесь какая-то прям движуха. И даже что-то работает, даже какие-то есть заведения. Макдональдс появился. Китайский массаж. Мотели. Ну, такие ужасные, дешевые. Самое неожиданное, что я здесь увидел, это реклама ресторанов Амиши. Откуда здесь Амиши? В общем, после поездки по городу у меня только одна эмоция, что я такого депрессивного места очень давно не видел. Оно какое-то мега депрессивное. Вот прямо высасывает из вас всю энергию. Все положительное, что накопилось в вас за месяц, вы здесь растеряете буквально за несколько часов. Мне теперь придется какие-то кинокомедии неделю смотреть, чтобы вернуть заряд жизнелюбия, который у меня был. Но это невозможно. Так жить нельзя. Я не знаю, как они здесь живут. Я бы давно, наверное, уже спился, скололся, еще что-нибудь сделал бы с собой. Но невозможно на это смотреть каждый день. Это просто какой-то кошмар. Прикольно. Мужика, который жил в Valve Management, полиция, похоже, выгнала. И сейчас его вещи там разбирает. Valve Management и взлетел. Очень актуальная, мне кажется, вывеска для этого города. Но есть и положительные моменты, как мне кажется. Например, пробок нет в городе. Вообще. Потому что машин нет. Потому что людей нет. Потому что вообще никого нет. Сейчас 6 часов вечера. Типа конец рабочего дня. Я еду по центральной улице города. Центральной улице. Помимо меня два автомобиля. Я еще смотрю в зеркало заднего вида. И там тоже автомобилей нет. И направо посмотрел, автомобилей нет. И налево посмотрел. И там тоже автомобилей нет. 6 часов вечера. Центр города. Мне нравится эта оптимистическая табличка с надпием «Мы переехали». Carpray to casual. По-моему, вас просто снесли и вас больше не существует. Это называется «Не переехали». Это называется «У нас здесь больше нету». И вообще здесь ничего больше нету. Все умерло. Идите домой. Огромное спасибо, что досмотрели. Огромное спасибо, что путешествовали сегодня со мной по Оклахоме. Мы еще к ней вернемся и не раз. Посмотрим разные города. Большие и маленькие. А также обязательно поговорим о глубинке. Мой традиционный гигантский нереальный респект всем, кто поддерживает канал. Эти ролики выходят благодаря вам. жму каждому из вас руку и говорю огромное-огромное спасибо. Если вам нравится то, что я делаю, если вы хотите поддержать выход новых роликов, то вся необходимая информация есть в описании к этому видео. Там есть ссылка на мой сайт, где можно сделать одноразовый донат кредитной картой, поипалом или криптой. Но самый крутой формат это оформить ежемесячную подписку на сайтах Бусти или Патреон. Для подписчиков я выпускаю специальные ролики, которые не выходят на Ютюбе, а также расширенные версии с большим хронометражом. Еще раз напомню, что прямо сейчас я еду в Оклахому к Виталику и буду снимать много нового контента, но мое путешествие зависит от бюджета, а бюджет зависит от вашей поддержки. Надолго не прощаюсь, мой оклахомский вам всем привет. Скоро увидимся. Пока. Я заехал в город еще в другой день. Сегодня тепло, сегодня солнечно, сегодня, ну, как бы, совершенно другая ситуация погодная. И я, как бы, предположил, ну, вдруг я не в тот, не в правильное время здесь был. Было реально холодно, гулять по улицам было невозможно. Ну, вдруг я, как бы, наговариваю на город, немножко к нему несправедлив, да? Может быть, здесь толпы, радости, веселья, а я вот приехал самый неудачный день, и вот, получается, искажаю картину мира. Ну, вот я приехал в хороший день. Мне кажется, здесь не изменилось вообще ничего. Я еду по той же самой улице, и на ней также нет автомобилей. Я даже не знаю, что еще добавить. Мне кажется, я уже все, что мог сказать, я уже сказал. С солнышком оно, конечно, смотрится повеселее. Тут, как бы, бесспорно, но сам город-то вообще не изменился. То есть, эта проблема была не в погоде. Проблема тут системная. Ну, в общем-то, дальше, наверное, снимать уже больше нечего. Я даже не знаю, что еще добавить. Продолжение следует...